С нами на Суизе мэр города Житомир, Сергей Сухомлин. Витаем вас, Падар Сергей. Добрый день. Добрый день. Традиционные вопросы, как вы пережили эту ночь, как ситуация в городе? Ну, постоянно идут сигналы тревоги, люди переходят в бомбоубежище. Последние несколько дней сам Житомир не бомбили, но буквально вчера фактически село на севере Житомирской области было уничтожено из Системград. И постоянно идут обстрелы. Это район Обруча, Коростыня, Малина. Это вот север области. Падар Сергей, есть у вас некая оперативная информация про махчымы Ахвяры и так сама потерпелых у вынеку гэтых обстрелов? Четверо человек погибло и несколько десятков раненых. Это примерные цифры, потому что после Системград тяжело определить точное количество. Мы связывались с нашей журналисткой из Чернигова, с нашей коллегой с подаранной Аллы, которая рассказала про то, что фактически ничего уже не дейничая, нема электричности, люди просто на улице спробуют на кострах нечто пожарить, приготовить. Нема так сама и интернет-сувязи, вельми великая перабилки с GSM, с мобильной сузью. Як у Житомиры с гэтым выглядая ситуация? Ну, в Житомире все работает, работает отопление и падается вода. Хотя были удары, у нас бомбовые удары наносились по предприятию Теплокоммунерго. У нас примерно около 300 домов было без тепла, устранили. Такие же удары наносились по водоканалу, но там буквально за несколько часов устранили проблему. Нам передают станции Starlink для того, чтобы мы могли в случае чего пользоваться нормальным интернетом, поэтому у нас с этим нормально. И используя вот эту передышку, мы передаем, в том числе вчера ночью машина разгрузилась большая, 20 тонн, мы отправили городу Чернигов. Чернигов находится фактически в оцеплении, в окружении, но мы рядом с Черниговым разгружаемся и уже там лесными тропами, небольшими дорожками перевозим это все в Чернигов. Также вчера отправили на Харьков машину, два дня назад на город Славутич, который находится фактически в окружении. Сегодня еще одна машина идет на Харьков, поэтому стараемся это все время использовать для помощи, свою передышку использовать для помощи другим городам. А вам некто допомогает так само в плане гуманитарной некой допомоги? Вот тут очень много городов и просто частных лиц, организации с Европы помогают. В принципе, у нас все есть, все необходимое есть. Нам помогает Плотск, нам помогают румынские города, польские города, нам отправляют немецкие компании помощь. Позавчера говорил заместителем мэра Барселоны, они тоже формируют сейчас машины. Поэтому помощь Украины сейчас действительно очень-очень большая. И пользуясь случаем, хотел бы еще обратиться к белорусскому народу, потому что вот два года назад в Житомире проходил экономический форум Украина-Белоруссия. Мы показывали свои достижения. После этого форума мы для города купили чудесные массовские автобусы, мы купили 50 троллейбусов в Белкомуммашек, которые сегодня перевозят наших граждан. Не молчите, белорусы, потому что, да, все акции, на которые вы сейчас, если вы сейчас выйдете, вы можете получить арест, вы можете получить какие-то удары дубинкой по голове. Но на этих же автобусах, на МАЗовских ваших автобусах, в случае вторжения к вам повезут ваших детей, ваших отцов, без рук, без ног, убитыми. Поэтому ради них выходите, поднимайте голову и говорите открыто то, что вы думаете про войну в Украине. Это не наша и не ваша война. Это война Путина. И вместе, я думаю, что мы получим действительно независимость и Украины, и получим независимую, свободную, демократичную Беларусь. Спасибо большое за эти слова, за эти разумения ситуации. С подаром Сергея Еше, питание от моего коллеги, что дотичит референдума. Да, вчера мне хотелось бы узнать ваше мнение, когда Зеленский сказал, что вот эти вот все компромиссы, которые могут быть достигнуты на переговорах, их необходимо будет выносить на всеукраинский референдум. В принципе, это понятно и логично. Это Кремлю сложно, наверное, понять, что какие-то вопросы действительно должны решаться таким образом, потому что в Москве, в России мы видим, как это все решается на раз-два. Вот ваше мнение по поводу заявлений Зеленского. Здесь я его полностью поддерживаю, потому что вопрос идет... С одной стороны, у Зеленского сейчас поддержка на уровне больше 90%. Он показал себя действительно лидером. Многие не надеялись на это. Мы видим заявление и Джонсона, который открыто говорит о том, что он предлагал в первые дни Зеленскому уехать в Великобританию, оттуда руководить обороной. Было много других предложений, но президент показал себя истинным и настоящим лидером страны. Но даже имея такой уровень поддержки в обществе, даже имея такие рейтинги, он абсолютно правильно дает возможность украинцам сказать свое слово. Потому что речь идет о суверенитете и о будущем Украины. Если украинский народ примет решение сражаться до конца, президент это поддержит. Поэтому абсолютно правильная позиция и только слова поддержки в сторону президента. Продолжение следует... У нас в Житомире, как и по всей Украине, есть небольшой процент людей, которые готовы были бы поддержать Россию. Но он очень маленький и гораздо меньше, чем на востоке Украины. Но и сейчас один депутат, скажем, который просто бросил в Житомир, уехал от этой войны, бросил фактически своих избирателей. После некоторых моих заявлений он приехал в Житомир и написал заявление о сложении депутатских полномочий. Поэтому в Житомире мы с этим разбираемся очень быстро. Ну, Тобок, так разумею, что человек спрабывал убегче от войны, и он просто мая адрозную от агульной позиции Жихара у Житомира, вот и млеку улада у Житомира позицию. Нет, это депутат от фракции ОПЗЖ. Они всегда достаточно лояльны и высказывали сторону России, и говорили о дружбе даже не с народом России. Мы с народом России фактически никогда не ссорились и не хотели этой войны. Это больше политика. И поэтому у нас практически в Житомире таких голосов нет, и они невозможны, потому что Житомир – это город, где много воинских частей, и та же 95-я бригада наша ДШВ, которая с 2014 года воюет на Востоке. Поэтому у нас здесь практически это невозможно. Город Житомир, в 2014 году Житомирская область, я вам скажу, извините, не Львовская, не Ивано-Франковская даже, хотя у меня очень большое уважение к патриотам всех этих областей, но именно Житомирская область по количеству добровольцев, которые добровольно пошли на фронт в 2014 году, была номер один в Украине. Я так разумею, что и самые мясовые жихары, и территориальная оборона готовая смагаться за свой родный город. Спадарас Сергеев, мне пытание, який настрой у самих житомирцев сегодня? Ци бачим мы вось усе ж таки, такую стомленность за гэтых бомбежек и трывогу. Ну, конечно, трывога по всюль, я думаю, пануе, однако агульный настрой, как он выглядит? Ну, я уже не один раз говорил, что у нас были очереди, просто очереди на мобилизационных пунктах, и то, что нам необходимо было собрать в территориальную оборону, эта цифра уже превышена в несколько раз. И сначала мы строили первые дни сооружения оборонительные в самом Житомире, сейчас уже строим на расстоянии 20-30 километров от Житомира, и они уже построены. Поэтому будем работать дальше. Ну, Житомирская область, Житомир не собирается там встречать оккупанта, мы будем его цветами, мы будем встречать его оружием. Его у нас достаточно, и поэтому, ну, фактически мы готовы. И не дай бог это будут белорусы, то же самое будет, что и с российскими войсками. Ну, вось, да речи на кон белорусов, вось агентство УНИАН поведомляет, что погроза наступления с Беларуси заховывается, и на спутниковых здымках, на спадорожниковых этих здымках, есть зафиксованное накопление наступальных узброения у Гомельской области. Аккурат-таки на мяжи, я так разумею, у тем лику с Житомирщиной. Ну, наши вооруженные силы давно к этому готовы. Это наша территория. Ну, вы же понимаете, что все координаты, все дороги артиллерии пристрелены. Это не военная тайна, и это наша земля. Поэтому я думаю, что только нога солдата переступит нашу границу, они получат достаточно жесткий отпор. И тут настроения могут измениться после этого в самой Беларуси, если пойдут гробы с белорусскими солдатами. И тут уже будет, не будет страха перед полицией с дубинками. Я думаю, что это может быть последним гвоздем в крышку гроба диктатора белорусского. Ну, что ж, такие подробязности. Дякую вам великую за вашу позицию. Сергей Сухамлин, мэр города Житомир, был с нами на связи. Слава Украине!